Традициями доброго отношения между людьми разных национальностей, существующими в России, мало просто гордиться. Их нужно беречь и укреплять. Межнациональный мир – это одна из важнейших ценностей в нашей стране. И в Славянском районе, где мирно соседствуют люди самых разных национальностей, очень дорожат существующей стабильностью. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии по межнациональным отношениям при главе Славянского района с участием главпоселений. Главное, к чему мы устремлимся в своей работе по формированию единой российской гражданской энергетичности и сохранению общественной безопасности. Конечно, это координация деятельности и объединения усилий органов власти всех уровней, правоохранительных органов, образователей организаций учреждений, культуры, здравоохранения, органов общественного самоуправления, представителей общественной организации, политических партий и движений. В 2020 году проведено два заседания Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений и шесть заседаний рабочих групп с участием представителей селовых структур и ведомств, расположенных на территории Краснодарского края, на которых разбирались узкие вопросы и моменты, которые возникали в течение года. Результатом нашей деятельности можно считать то, что межнационные отношения на территории района и характеризуются как стабильные. Для того, чтобы выполнить план мероприятий по реализации стратегии государственной и национальной политики, всем нужно очень постараться. И в докладах, озвученных на заседании, нашла отражение большая работа, проведенная по всем направлениям. Большая работа в рамках реализации государственной и национальной политики Российской Федерации в период до 2025 года ведется и ущельными заведениями, с которыми у нас налажено взаимодействие, мы тесно контактируем и проводим различные мероприятия. Так, на базе славянского сельхозтехникума действуют клубы интернациональной группы «Меридиан», внесенный в районный краевой реестр подросткового молодежи клуба по месту жительства. Членами клуба организованы и проведены тематические беседы «Земля без войны», правила поведения в многонациональном обществе России, в многонациональной стране и другие. Воспитывать настоящих патриотов и людей, по-доброму относящихся ко всем согражданам и землякам, какой бы национальности они ни были, нужно уже начиная с младших классов, уверены в системе образования муниципалитета. С начала 2020 года организовано более 2000 мероприятий в режиме оффлайн и онлайн, и в общем оплате учащихся почти 100%, это более 14000 обучающихся, с приглашением 354 гостей из числа представителей общественных организаций, ветеранов Великой Отечественной войны. Большое внимание уделяется воспитанию получающихся уважительного отношения ко всей национальности, объекта сам и религия. Для нас это, пожалуй, главная задача. Учреждения культуры, музеи, библиотеки, дома культуры в многочисленных мероприятиях, проведенных в различных форматах, не обходили стороной вопросы межнационального взаимодействия, способствовали популяризации культурного богатства народов, проживающих на территории муниципалитета. Во всех поселениях накоплен немалый опыт работы по предупреждению любых межэтнических конфликтов. О том, как эта работа выстроена в прибрежном сельском поселении, на заседании с докладом выступила глава его Татьяна Сайганова. Глава Славянского района Роман Синеговский призвал держать вопрос. Вопросы межнациональных отношений постоянно в поле зрения всех заинтересованных служб и тесно взаимодействовать в случае каких-либо проблем. Был утвержден план по гармонизации этих отношений и противодействию экстремизму на будущий год. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...